МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более сотни вопросов и свыше трех десятков адресов. Глава города Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. Лучи победы озарили небо над площадью славы и над штурмовиком Ил-2. Горожанам напомнили о подвиге жителей военного Куйбышева. Как снизить риски при покупке жилья? Советы экспертов. В Самару из столицы вернулись выпускники-отличники. 90 медалистов со всего региона побывали на полу в Кремле. На замену автомобилю. Сколько стоит техническое обслуживание электросамокатов и почему самарцы предпочитают брать их в прокат? Провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары поручила главам районов Елена Лапушкина. Фотографиями детских зон отдыха, которые нуждаются в обновлении, поделились в социальных сетях неравнодушные жители. В списке более десятка адресов. На еженедельном совещании в мэрии в понедельник глава Самары вновь озвучила проблемные локации и призвала ответственных за эти территории уделить вопросу безопасности на детских площадках повышенное внимание. Тему продолжит Ольга Павлова. Качели, карусели, горки – все, что пользуется спросом у детей, особенно в период летних каникул, должно соответствовать технике безопасности. На личной странице главы города ВКонтакте более сотни вопросов из свыше трех десятков адресов, по которым поступили жалобы. Детские площадки по нескольким адресам нуждаются в обновлении. Где-то повреждены конструкции, в отдельных локациях аттракционы отслужили свой срок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. У нас с вами срок был на 1 июля. На следующей неделе тогда мы с вами заслушаем ваши доклады по поводу детских площадок. Точный список проблемных локаций по распоряжению главы города должен быть готов к следующему понедельнику. Дальше главам районов необходимо провести проверку по всем заявленным адресам и в случае необходимости принять соответствующие меры. На личной странице Елены Лапушкиной ВКонтакте по-прежнему открыты комментарии. Также писать о ненадлежащем состоянии детских зон отдыха можно в личные сообщения глав районов. Отдельно на еженедельном совещании в мэрии затронули вопрос о безопасности аттракционов в парках Самары. На сегодняшний день в черте городского округа размещены 110 аттракционов. 58 в парке Гагарина, 6 в парке Дружбы, 10 на Воронежских озерах, 27 в парке Победы, а также 8 в парке Пятидесятилетия Октября и один аттракцион располагается в Струковском. Некоторые из них сейчас проходят стадию регистрации в Гостехнадзоре. Остальные все аттракционы зарегистрированы, им присвоены номера, техническое освидетельствование аттракционов пройдено. С владельцами коммерческих аттракционов, сотрудниками муниципального предприятия парки города Самары были проведены разъяснительные беседы на предмет техники безопасности. Все аттракционы необходимо содержать в порядке согласно техническому регламенту и регулярно проводить необходимые осмотры на предметах исправности. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Качественная и безопасная продукция по умеренным ценам. В Самаре продолжается модернизация торговых павильонов, где жители регионы и города реализуют продовольственные и хозяйственные товары. Работы начались на пересечении улиц Владимирская, Пензенская, а также на Георгия Димитрова. Здесь приводит в порядок рынок Шапито. Что изменится с обновлением торговых точек, останутся ли на объектах прежние предприниматели и какой продукцией порадуют самарцев модернизированные рынки, расскажет Ольга Павлова. Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов на пересечении Владимирской и Пензенской начался сравнительно недавно, но жители города уже задают вопросы. Останутся ли на месте бывшего рынка прежние предприниматели и смогут ли самарцы, как и раньше, приобретать здесь продовольственные товары. В городском департаменте экономического развития горожан успокаивают. Продукция по-прежнему будет реализовываться продавцами, к которым жители города успели привыкнуть. Правда, на месте стихийной торговли появится новый благоустроенный павильон, который разобьют на секции. Тем самым власти города избавятся от стихийного рынка и незаконной торговли, а у самарцев появится возможность приобретать продукцию высокого качества, не опасаясь за свое здоровье. Модернизацию торговых секций планируют завершить к середине августа этого года. Все те предприниматели, которые непосредственно торговали до сих пор, они переедут в нормальные, цивилизованные, абсолютно законные места, где жители нашего города точно так же, но с большим комфортом смогут приобретать те же продукты питания или те же продукты хозяйственного назначения, которые реализовываются до сих пор. Обновлений ждет один из самых популярных продовольственных рынков – Шепетона Георгия Димитрова. Эту территорию также приведут в порядок. В будущем здесь появится торговый центр, в котором можно будет приобрести продукты питания, хозяйственные товары и строительные материалы. Что касается предпринимателей, то есть все они будут обеспечены местами для торговли в близлежащих районах. С ними неоднократно уже проводились собрания, совещания, приглашались представители других коммерческих структур и муниципальных структур для предоставления этих мест. По плану, отмечает в городском департаменте экономического развития, строительство торгового центра начнется в ближайший месяц и продлится полтора года. После того, как он будет отстроен, предприниматели, которые сейчас занимают секции, смогут реализовывать свою продукцию дальше, правда, уже в благоустроенном и уютном здании. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Самара присоединилась ко всероссийской акции «Лучи Победы». Она прошла в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. Небо над памятником Ил-2, монументом славы и над площадками промышленных предприятий осветили при помощи прожекторов, чтобы воссоздать атмосферу, которая была в этот день 77 лет назад. В акции приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, общественники-волонтеры, родственники героев, которые участвовали в Параде Победителей в Москве, а также многие жители и гости города. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. В лучах Победы легендарный штурмовик Ил-2 на проспекте Кирова. Самара впервые присоединилась к всероссийской акции в память о Параде Победителей 24 июня 1945 года. Вспомнить о торжественных, одновременно страшных и радостных событиях пришли жители и гости города – глава Самары Елена Лапушкина. В 1945 году по Красной площади прошли около 30 тысяч человек – победителей, в том числе почти 200 жителей Куйбышева. Их имена и личности продолжают устанавливать. А после Парада небо над Москвой озарили праздничные световые кольца. И в память об этом событии уже с 2020 года проводится такая акция в других городах. О городах героев, городах трудовой доблести, городах воинской доблести. То, что Самара стала городом трудовой доблести, конечно, для нас гордость и знаковые, заслуженные события. Пришли на акцию и родственники тех, кто принимал участие в Параде 1945 года. В том числе семья полного кавалера Ордена Славы Александра Михайловича Шулайкина. И наши внуки, и наши правнуки, уже и наши потом правнуки должны помнить об этом, потому что война – это очень страшно. В акции «Лучи Победы» приняли участие ветераны и молодежные организации, а также присоединились промышленные предприятия, в том числе и те, которые в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Куйбышев и ковали победу в тылу. Например, создавали легендарные штурмовики Ил-2. Не случайно, что это произошло на площади имени Сергея Владимировича Ильюшина. Здесь стоит наш символ вклада в победу – легендарный штурмовик Ил-2, который делался нашей промышленной безземянке, как уже сказано, сделанной более 32 тысяч единиц. Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя Победы над Берлином. Масштабная акция прошла и на площади славы. Самарцы не только увидели «Лучи Победы», но и услышали трансляцию того парада, который проходил в Москве 77 лет назад. Сейчас мы приблизительно воссоздаем ту торжественную атмосферу. Игрой света в ночном небе и прекрасной торжественной музыки. По пуре известных советских песен и победных маршей исполнил Самарский военный оркестр. Музыку играем практически ту же самую, которая исполнялась на параде 45-го года. В основу вошли произведения Семена Александровича Чернецкого, генерала-майора, который дирижировал этим парадом. Кстати, он в 41-м году на площади Куйбышева тоже дирижировал парадом, провожая войска на фронт. Я искренне радуюсь тому, что Самара присоединилась к этой акции, потому что мы вместе, мы сила, и мы обязательно сохраним память о тех годах, которые принесли много боли и страдания, а затем подарили мирное небо нам и нашим детям. Мне очень приятно, что Самара так взросла, мероприятиями, и то, что сегодня я увидела, меня не было почти 7 лет в Самаре, и то, что я сегодня увидела, я рада. Я рада и гордая за Самару. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Ольга Волкова и Василий Колдашов. События. Выпускной 2022 в Москве. 2000 выпускников со всей России съехались на главный бал страны в Кремлевский дворец. Самарскую область представляли 90 отличников и медалистов. Елена Чернявская провела выходные вместе с выпускниками и расскажет, как это было. С железнодорожного вокзала Самары на Кремлевский бал отправились 90 выпускников региональных школ. Это золотая молодежь в хорошем смысле этого слова. Каждый выпускник – 100-бальник ЕГЭ и медалист. Проводить их по уже сложившейся традиции приехали представители областных властей. Вупускников поздравил Дмитрий Кочергин. Вице-губернатор зачитал ребятам приветственный адрес от лица губернатора Дмитрия Азарова. Вы – наша гордость, наше будущее, на которое мы возлагаем большие надежды. Сегодня мы провожаем вас не только на Кремлевский бал, но и в новую взрослую жизнь. Где у меня нет сомнений, вы тоже будете успешны. Я вообще очень рада, что попала в число лучших выпускников. Мне переполняет счастье и гордость, что именно мы представляем Самарскую область на таком крупном и важном мероприятии. У меня большое волнение, конечно, радость и счастье. Такая возможность предоставляется только раз в жизни, и, конечно, надо ей воспользоваться и по полной отдохнуть, повеселиться. Ты готовилась? Я готовилась, да. Я купила самое красивое платье. Буду покорять Москву. В столице ребят ждала насыщенная программа. Обзорная автобусная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы. Воробьевы горы, канал Москвы-реки, поклонная гора, парки. Уставшие, но довольные ребята делятся первыми впечатлениями. Да все отлично, вообще прекрасно, супер, я не знаю, мне очень нравится. И всем вокруг тоже очень нравится, все улыбаются, всем круто, весело. Я первый раз в Москве. Впечатлений очень много. Такая шикарная экскурсия. В общем, нам очень все нравится. Да, мы в ожидании бала. Это самое главное событие для жизни выпускников. И на него многие хотели попасть. Вот, а попала я. Резиденция президента Кремль сегодня во власти выпускников. Здесь и сейчас они главные герои. Парад нарядов достоин лучших подиумов мира. Легкие, воздушные, изящные. Здесь собрались две тысячи выпускников со всей России. Самара, выпуск 2022. Как Самара городок. Беспокойная я, беспокойная я. Успокойте меня. У-у-у! Праздник начался у входа в Кремль на Сапожковой площади. Для ребят организовали концерт. А дальше под аплодисменты и вспышки фотокамер выпускники подошли к Кремлевскому дворцу. И, конечно, чувствуют себя важными гостями. Я очень долго выбирала наряд, пособирала вещи. Перед самой поездкой у меня был такой легкий мандраж, потому что я очень волновалась, потому что это такой шанс. Я очень благодарна правительству Самарской области, депутату Александру Хинштейну, за то, что он дал такую возможность самарским выпускникам. Сегодня побывать здесь, в Кремле, это очень-очень ценно. Впервые в столицу на бал выпускники отправились в 2013 году по инициативе депутата Александра Хинштейна и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который тогда был мэром. В Москву отправляются дети из неполных и социально незащищенных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в обучении. Поэтому акция носит в первую очередь социальный характер. Для многих ребят эта поездка в столицу стала первой в жизни. Александр Хинштейн отметил, что с каждым годом на Кремлевский бал из Самарской области удается отправить все больше выпускников. Пытаюсь себя поставить на их место и вообразить, каково это. Свои первые взрослые дни, ты один, без родителей, на поезде, практически через всю страну, с другими ребятами, рядом красивые девушки, впереди Кремль. Ковровые дорожки, приключения. Ну, это же такое удовольствие, которое, я верю, у них останется в памяти навсегда. И это для нас очень-очень важно. Почему для меня лично важно? Наверное, потому что в своем детстве у меня не было возможности побывать в Кремле на балу выпускников. А у детей из Самарской области, у моих избирателей теперь такая возможность есть, и я за них рад. Завершился праздник шестичасовой дискотекой в гостином дворе с лучшими молодежными диджеями и звездами эстрады. Главный выпускной бал в Кремле 2022 в самом разгаре. Позади остались экзамены, детская жизнь, впереди жизнь взрослая. Ну, а сегодня выпускник – это твой праздник, твой день. В 10 вечера Красная площадь превратилась в большой танцпол. И пусть веселье продлится лишь до рассвета, и потом виновники торжества разъедутся по домам, «Московский выпускной» – это не просто праздник, это самый лучший старт. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Как купить квартиру и не потерять ее из-за мошенников? Эксперты рекомендуют подойти к сделке купли-продажи максимально ответственно. Что должно насторожить покупателя? В вопросе разбиралась Ольга Волкова. Приобретая долгожданную квартиру, важно помнить – злоумышленники придумывают все новые схемы обмана. По данным Всероссийской базы объявлений по продаже недвижимости, за последние пять лет количество преступлений в этой сфере увеличилось почти на 20%. Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность с самого начала. Поэтому первый совет – проверяйте объявление. Приглядитесь к указанному адресу. Сверьтесь через поисковые сервисы в разделах «Панорама» или «Маршруты». Если дело идет к сделке, тщательно изучайте продавцов. Продавец, продавая объект недвижимости, должен быть правомочен совершать соответствующие сделки. Если продавец является супругом, то нужно получить согласие с супругом в отсутствии брачного контракта. Также нужно убедиться, что продавец не находится в стадии банкротства, и ему банкротство не грозит. Если вы приобретаете вторичное жилье, обратите внимание, использовался ли предыдущим хозяином при его покупке материнский капитал, и была ли выделена доля ребенку. Если нет, вы рискуете остаться без квартиры. Это очень важно всегда, чтобы у детей была доля. Эта сделка всегда будет нотариальная. И второе важное условие уже после того, как детям выделили доли, чтобы при продаже дети обязательно получили взамен какое-то другое жилое имущество. Только при наличии этого разрешения, которое выдает орган опеки, смотря где ребенок прописан, вы можете произвести эту сделку. Чтобы избежать оспаривания сделки, осведомитесь о психическом здоровье продавца. Сейчас самая востребованная услуга при сделках в Москве и Северной столице – присутствие на сделке психиатра. Обратите внимание на прописанных в квартире. Проверьте, не было ли выписанных по судимости жильцов. Родственники зачастую выписывают их без согласия. Однако, погасив судимость, такие граждане могут восстановить свои права на проживание. И в конце концов, поговорите с соседями. Так вы точно узнаете много нового. Ольга Волкова, Николай Сидоров. События. В минувший уикенд в Струковском саду с размахом отпраздновали День молодежи. Организаторы подготовили для жителей города яркую и насыщенную программу, а также несколько десятков интерактивных площадок. С участниками и гостями праздника встретилась глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение. В воскресенье в Струковском саду отпраздновали День молодежи. Волонтеры Победы, представители студенческих отрядов и другие творческие коллективы подготовили для гостей тематические площадки с интерактивными развлечениями. У пришедших была возможность лично пообщаться с самыми яркими представителями молодежных сообществ города на Волге. Одним из почетных гостей праздника стала глава Самары Елена Лапушкина. Эту краску мы потом храним в штабе, в студотряду. Экар-тефак. Экар-тефак, да, будем показывать тем, как тем. Дополнен так, скажем, коллектив. Да. Точкой притяжения для зрителей стала открытая эстрада, на которой в течение всего дня в режиме нон-стоп шли презентации организации участников. Здесь выступал крупнейший коллектив чирлидеров «Крылья». Все желающие могли испытать удачу в музыкальном лото и принять участие в благотворительных акциях. Несмотря на то, что в эти дни традиционно принято чествовать молодежь, развлекательную программу сделали для людей всех возрастов. Предусмотрели различные варианты для того, чтобы можно было занять и молодежь, и детей, и, соответственно, более старшее поколение для всех найти занятие по душе и по интересам. В этот день для молодых людей подготовили не только развлекательную программу. Все желающие могли найти себе работу на время летних каникул. Очень много молодежи интересуется нашей деятельностью в музее, смотрят на наши достижения, чем мы занимаемся, что мы можем предоставить студентам в летний трудовой период. Волонтеры «Победы» рассказывали гостям о исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. У нас проходит российский исторический квест «Наша победа». И все желающие, можно сказать, от мал до великой, дети, вместе с родителями, они могут принять участие в нашем квесте, пройти шесть станций. Наши станции посвящены истории Великой Отечественной войны, потому что наша главная цель – это сохранение исторической памяти. Поэтому здесь можно начать с любой станции и пройти. В завершении праздника на сцену вышли популярные музыкальные коллективы «Самары». Хэтлайнером стала группа «Комедос», которая раскачала зрителей под зажигательные ритмы регги. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. На замену автомобилям в «Самаре» увеличился спрос на кикшеринговые самокаты. Лишь за один летний сезон горожане совершают до пяти миллионов поездок. Пока в известных компаниях подсчитывают старты электротранспорта и доходы от них, некоторые самарцы отказываются от услуг прокатов и приобретают самокаты в личное пользование. Сколько стоит обслуживание популярного вида транспорта и в самом ли деле личный самокат дешевле прокатного? В вопросе разбиралась Ольга Павлова. Перед тем, как отправить самокаты в свои первые рейсы, Никита Кирасиров проверяет их на предмет исправности. Пассажир на Самарской набережной появляется уже в районе 10 часов утра. Поездка в пределах часа на двухколесном транспорте обойдется самарцам и гостям города в 300 рублей. Правда, прокатиться со свистом в ушах не получится. Городская набережная является той локацией, где максимально допустимая скорость электросамокатов не должна превышать 25 км в час. На обслуживание лишь одного такого самоката, а используются они с учетом постоянной аренды довольно часто, владельцы проката тратят около 5000 рублей в месяц. И это при удачном раскладе, если не приходится менять колеса и аккумулятор. В основном затраты окупаются, но с приходом в городки к шеринговых компаниям в прокатах ощутили явную конкуренцию. Жители города отмечают удобство шеринга. В то время как в прокаты двухколесный транспорт нужно возвращать и добираться до дома самостоятельно, на самокатах этих компаний можно уехать в любую точку города и припарковать их в специально оборудованных для этого местах. Достаточно заплатить за старт от 30 до 500 рублей. Эти деньги по завершению поездки конторы возвращают. Далее тарификация идет поминутно от 5 до 9 рублей в зависимости от спроса. Правда и в этом случае, отмечают самарцы, есть что улучшить. Может быть сделать подешевле еще, может быть побезопаснее. Но даже не знаю особо как, только если сами осознанные жители будут. А еще есть зоны покрытия самокатов. И когда ты между зонами едешь, он начинает оттормаживаться до 3, что ли, километров в час. И ты такой, и не туда уже, и не сюда. То есть ты случайно вылетел из этой зоны, и дальше ты вот так вот едешь обратно, чтобы вернуться. Да, отлично все. Быстро. Чтобы не сталкиваться с ограничениями скоростного режима и использовать двухколесный транспорт в любое время суток, руководитель интернет-проектов телеканала «Самара ГИС» Александр Кочетов электросамокат приобрел. И теперь свободен от ожидания общественного транспорта, пробок и необходимости искать парковку. Плюс на него не нужно прав, которых у меня нету. Нет проблем с парковкой, можно затащить домой, поставить в коридорчике, никому не мешает. На лето на самом деле идеальный вид транспорта. В довольно компактное транспортное средство, не считая стоимости покупки в 80 тысяч рублей, Александр уже вложил 5 тысяч рублей за установку кресла, так ездить безопаснее, и полторы тысячи за техническое обслуживание. Впрочем, как отмечает Александр Кочетов, при бережной эксплуатации электросамоката вкладывать много средств в него не придется. Главное перед началом сезона – проверить транспортное средство на предмет исправности. Для этого в Самаре существуют профильные сервисы. Я его привожу, мне здесь все подтягивают, проверяют, регулируют, и можно кататься до конца лета. Если этого не делать, естественно, начнутся крутые поломки. Допустим, механизм складывания, если полетит, он здесь. Это уже можно попасть где-то на 5 тысяч. А если выйдет из строя аккумулятор, бюджет владельцев электротранспорта может серьезно пострадать. Такая поломка обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Чтобы избежать подобных неприятностей и обезопасить себя на дорогах, необходимо соблюдать скоростной режим не более 35 км в час и заботиться о транспортном средстве, как о собственном ребенке, отмечает Александр. Тогда в порядке останутся и карман, и нервная система, и вы, и пешеходы. Без шлема выезжать на дорогу или на тротуар в принципе нельзя, категорически. Какие-то небольшие выбоины, и ты сразу летишь через роль. Шлем от подобных ударов об асфальт голову действительно хорошо защищает. Я это уже на своем опыте проверил. Приобрести электросамокаты сейчас можно даже в интернет-магазинах. Цена зависит от технических характеристик и габаритов. За двухколесные транспортные средства просят от 20 до 110 тысяч рублей и выше. Так или иначе, решать, что лучше – взять самокат в прокат или купить свой – личное дело каждого. Но надо отметить, что компенсировать недостаток движения могут не только рули колеса. Свои эмоции, к примеру, некоторые выражают в танце – красиво, полезно, незатратно и, самое главное, безопасно. Ольга Павлова, Константин Головин. События. На июль этого года россияне запланировали в два с половиной раза больше зарубежных поездок с детьми, чем год назад. Чаще всего для такого отдыха выбирают Турцию, Армению, Киргизию, Казахстан и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Мальдивы, Греция, Израиль и Таиланд. Это выяснили аналитики Яндекс.Путешествий. Среди российских направлений лидируют Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. В топ-10 городов для путешествий с детьми вошла также и Самара. Поездки туристов по России продлятся в среднем около 12 дней. В страны ближнего зарубежья – около 22, а в остальные страны – около 18. В июле этого года стоимость перелета по России почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость перелета в страны ближнего зарубежья выросла на 14%, а в другие страны – на 48. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара.Гиз, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok